Как завершилась уборочная кампания? Что показал мониторинг цен на лекарства и потребительские товары? На каких условиях будут предоставляться дотации региона? Об этом и многом другом шла речь на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. Минфин России со следующего года вводит новые условия предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В частности, от регионов требуется наращивать налоговый потенциал и оптимизировать расходы. Кроме того, заметил Михаил Игнатьев, необходимо повышать эффективность управления общественными финансами. Уборочные работы в Чувашии в основном завершены, сообщает Минсельхоз республики. Намолочено 653,5 тысячи тонн зерна. Первоначально на приходованном весе, что на 14,4% больше, чем на 21 октября 2015 года. По оперативным данным, по состоянию на 21 октября в целом по Российской Федерации зерновые и зернобобовые культуры обмолочено с площадью 44,4 миллиона гектаров или 93,9% посевной площади. И намолочено 117,5 миллионов тонн зерна при урожайности 26,5 центнеров с гектаров. В Приволжском федеральном округе убрано 95% площадей зерновых. Картофель убран на 99% площадей. Его урожайность составила 180 с лишним центнеров с гектара. Михаил Игнатьев попросил сделать все, чтобы до наступления холодов собрать оставшиеся на полях урожай. Что касается цен на непродовольственные товары и услуги, то по данным Минэкономразвития в республике они росли меньшими темпами, чем средним по России. Кроме того, отмечено снижение цен на некоторые продукты и плодо-овощную продукцию. В то же время в октябре немного подорожали отдельные виды молочной продукции. Глава Чуваши напомнил, главная задача органов власти – контроль за ситуацией на потребительском рынке, равно как и постоянный строгий контроль за ценами на лекарства. Как сообщает Минздрав, с начала года стоимость препаратов, продающихся в розницу, практически не изменилась. Особенно препаратов стоимостью от 50 до 500 рублей и выше. В прошлом году за аналогичный период они подорожали на 8%. По данным мониторинга ценовой доступности в госпитальном сегменте, то есть те препараты, которые закупаются для стационарных лечебных учреждений, в Чувашской республике в период с января по сентябрь существенного изменения роста цен не произошло. Цены повысили в среднем на 2,8%. Все ли мы делаем для того, чтобы на самом деле качественные лекарственные препараты давали возможность быстрее вылечиться с человеком? Или не так? Я думаю, что усилим еще больше централизацию торгов. На сегодня порядка 80% у нас торгов централизовано. Усилим и проанализируем еще перечень, которые закупаем российские препараты. Я думаю, что сегодня, если у нас закупка российских препаратов составляет порядка 88%. На совещании Михаил Игнатьев представил начальника отдела федеральной службы войск Национальной гвардии России по Чувашии Алексея Ежеева. Глава республики заметил, органы власти готовы к конструктивному взаимодействию для сохранения общественного порядка. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Республика.